В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Яркое задержание. В Касимве пойман подозреваемый в убийстве мужчины. Чтобы задержать злоумышленника, который имеет такой богатый криминальный опыт, была разработана специальная полицейская операция. Сотрудники полиции задержали злоумышленника на улице, на окраине Касимова. 294 года на страже порядка. Сотрудники прокуратуры отметили профессиональный праздник. Нам пришлось завершать множество ответственных и важных задач. Оперативно реагировать на происходящие процессы. Последовательно отставить свою принципиальную позицию. Первая пятилетка сдана успешно. Следственный комитет подводит итоги работы. Самые долгие праздники в году, наконец, позади. Надо сказать, без жертв обошлось не у всех. И причиной тому, в первую очередь, алкоголь. Особенно оживились в каникулы продавцы контрафакта, когда массовый покупатель интересуется больше количеством, нежели качеством суррогата. Нарушения выявлены во всех районах области. В общей сложности изъято более 2000 литров спиртного. В 10 торговых заведениях Рязани и в торговых точках в Сасовском, Рязанском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Сапожковском, Скопинском, Кадамском, Шиловском и Спасском районе полицейские приселили торговлю спиртным без оформления надлежащим способом разрешения. А также во внеурочное время, после 22 часов. Из незаконного оборота изъято 714 литров спиртного. Водкость, 40% крепости. Акцизная марка, как видим, также. Голограмма не переливается, изготовлена кустарным способом, не на госзнаки. На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, но даже без математических подсчетов ясно, что заработали они в разы больше существующих штрафов. Рязанские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 16-летней девочки. Ее обнаружили возле одного из домов по улице Интернациональной 9 января. В машине скорой медицинской помощи пострадавшая скончалась. Телесные повреждения говорят о падении с высоты, но что стало тому причиной, пока непонятно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это доведение до самоубийства. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы. Следственным органам предстоит немало работы, чтобы выяснить душевное состояние девушки до рокового шага. Показания родственников и друзей пока не разглашаются. А эти кадры мы получили от пресс-службы УМВД. На них спецоперация по задержанию 23-летнего жителя Касимова. Молодой человек может быть причастен к убийству. Его уже четыре раза судили за преступление против личности. Пострадавшего в бессознательном состоянии прохожие обнаружили на улице. Медики успели доставить мужчину в приемный покой Касимской центральной районной больницы, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В ходе осмотра места обнаружения пострадавшего, опроса жителей, без лежащих домов, обнаружить следы злоумышленника или найти очевидцев преступления не удалось. Не привели к успеху беседы оперативников с родными и знакомыми погибшего. Список людей, с кем встречались полицейские, все расширялся, но результата не было. Однако вскоре оперативным путем удалось выяснить, что к нанесению травм пострадавшему может быть причастен 23-летний житель города. Подозреваемого задержали на окраине Касимова. Против него возбуждено уголовное дело. Наркотики – штука заразная. Одни не могут обойтись без дозы, другие готовы даже под страхом наказания ее продать. 46-летняя жительница поселка Поляны и раньше привлекалась к уголовной ответственности за преступления против личности, а теперь организовала у себя в доме наркопритон. К сотрудникам полиции обратились жители села Поляны. Граждане рассказывали, что во дворе одного из домов собираются подозрительные молодые люди. Они нередко шествуют по двору неуверенной походкой и сторонницей людей. Опасения соседей подтвердились. В жилище нарушительницы закона полицейские обнаружили прекурсоры для кустарного изготовления синтетических наркотиков. История становления органов прокуратуры на Рязанщине неотделима от истории создания и развития российской прокуратуры в целом. Понадобились три царских указа, чтобы надзорная власть обрела сравнительно завершенные очертания. И вот уже почти 300 лет, а если быть точным, 294 года российские прокуроры держат руку на пульсе. Профессиональный праздник, конечно, поощрили ветеранов прокуратуры и коллег, которые внесли немалый вклад в соблюдение законности и прав рядовых граждан. Именно на прокуратуру обыватели, запутавшиеся в собственных проблемах, возлагают последние надежды. Старший помощник прокурора Рязанской области Наджия Султанова в Россию приехала из Туркменистана. В 1982 году она закончила Харьковский юридический институт и сразу окунулась в работу. Граждане обращаются в органы прокуратуры, в частности, к нам и ко мне с различными вопросами, в том числе и вопросы о нарушении жилищного законодательства, земельного законодательства. Возникают какие-то споры между соседями, оплата ЖКХ, то есть повышение оплаты ЖКХ. Мы не только вспоминаем нашу славную историю, гордимся достижениями и успехами, но и говорим о задачах, которые ставит перед нами сама жизнь. Об истории становления ведомства вспоминали практически в каждом приветственном слове. Первое упоминание о Рязанском прокуроре относится к 1729 году, когда Рязанский край даже не являлся самостоятельной административно-территориальной единицей. Сегодня у руля слаженный коллектив, который зорко следит за тем, чтобы усилить надзор за исполнением бюджетного законодательства, максимально оградить малый и средний бизнес от излишнего давления, не забывая отреагировать на нарушения в социальной сфере. Нам пришлось завершать множество ответственных и важных задач, оперативно реагировать на происходящие процессы, последовательно отставить свою принципиальную позицию. Профессия юриста нужна, помогать людям. До этого я поддерживала гособвинения в суде присяжных, где тоже, чтобы восторжествовала справедливость, совершившее преступление лицо было наказано. Приятно отметить, что именно сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники прокуратуры отметили и представители средств массовой информации. 13 января журналисты празднуют День российской печати, а потому каждый, кто в течение года активно пишет и рассказывает о прокурорской работе, услышал отдельные слова благодарности. Телекомпания «Город» тоже была удостоена награды. У нас есть две ручки, вы знаете, а на газете это прямая линия с гражданами и правовые передачи наши на телевидении. Поэтому мы специально тех людей, которые с нами конкретно работают, отметили отдельно. Я поздравляю всех сотрудников органов прокуратуры, которые не могут сегодня присутствовать с праздником, с профессиональным праздником Днем прокуратуры, пожелать им творческого успеха, здоровья, благополучия, удачи, чтобы в семьях у них было все благополучно и хорошо. От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успеха в работе и уверенности в завтрашнем дне. Мира, спокойствия и счастья вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья! 15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает пятую годовщину. Для нас эта дата тоже стала особой. С тех пор, как следователи и криминалисты начали свою работу в самостоятельном правоохранительном ведомстве, на наших каналах стало больше интересных сюжетов о работе современных сыщиков и новейшей аппаратуре, которая позволяет раскрывать дела даже 20-летней давности. В Рязанской области у стоков создания следственного управления стоял генерал-майор юстиции Владимир Владимирович Махлейт, под началом которого собрались лучшие профессионалы следствия Рязани и области. Создавать региональное управление приходилось буквально с нуля. У нового ведомства не было ни собственного здания, ни техники, ни специального криминалистического оборудования. Но благодаря инициативности, огромному опыту и целеустремленности руководителя, следственное управление стало крепкой самодостаточной структурой в борьбе с преступностью. С каждым годом все большее значение придается криминалистическому обеспечению работы следственных органов. На вооружении управления самые современные методики раскрытия преступлений, обнаружение следов преступлений и передовое оборудование, которое используется с большой эффективностью. Благодаря передовым техническим средствам раскрываются самые сложные, запутанные и неочевидные преступления. Подсчитать количество материалов, которые вышли в эфир за пять лет, весьма непросто. И нас, как представителей четвертой власти, не может не радовать тот факт, что рязанские следователи и криминалисты не только оперативно расследуют преступления, но и успевают работать с прессой. У сотрудников Следственного комитета появился даже собственный гимн, и в профессиональный праздник именно под него чествуют лучших из лучших. Со времен Великого Петра принято делам вести отсчет. И не важно, холод ли, жара, объективно следствие пройдет. Мы не ищем выгод и наград, нет ни у кого на торе зона. Мне хочется поздравить всех сотрудников Следственного комитета Следственного управления России по Рязанской области с первым маленьким юбилеем и пожелать им терпения и мудрости в такой непростой, но очень важной работе. Коррупция – одна из самых острых социально-экономических проблем не только в России, но и во всем мире. Она мешает росту эффективности экономики, нормальному функционированию государственных и общественных механизмов. Сегодняшнюю рубрику в правовом поле мы посвятим изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты по вопросам противодействия коррупции. Какие категории лиц больше не имеют права открывать счета и хранить наличные деньги в банках, находящихся за пределами территории Российской Федерации? Число лиц, которые обязаны соблюдать запрет на открытие счетов в иностранных банках, стали относиться главы всех муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций. и главы местных администраций. Изменения коснулись чиновников муниципального уровня, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Изменение закона о запрете открывать счета в иностранных банках и хранить наличные деньги в иностранных банках вступает в силу с 3 ноября 2015 года. Но для лиц, которых это ограничение касается впервые, установлен трехмесячный срок на устранение тех закрытия счетов в иностранных банках, то есть это до 3 февраля 2016 года. Несоблюдение запрета будет рассматриваться как нарушение федерального закона о противодействии коррупции и может служить основанием для увольнения со службы. Теперь ограничения, которые установлены законом, распространяются в том числе и на глав муниципальных образований, которые осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. То есть они не имеют права, например, получать гонорары за выступление в средствах массовой информации, публикацию статей по замещаемой должности, не вправе получать подарки, не вправе получать денежные вознаграждения в виде суд ценных подарков от иных лиц и организаций. Все полученные подарки с выполнением ими муниципальных функций по должности они обязаны сдавать в соответствующую комиссию. Что делать, если личный интерес главы муниципального образования и главы администрации входит в конфликт со служебной деятельностью? Нужно принимать меры, либо он не будет участвовать в голосовании, либо он не будет принимать какие-то решения. Неурегулирование конфликта интересов также влечет за собой, привлеченит в лица к предусмотренной законам ответственности вплоть до увольнения с занимаемой должности, с из-за утраты доверия. Важное изменение внесено и в понятие личной заинтересованности, под которой теперь понимается возможность получения различных выгод не только самим чиновникам, но и целым кругом его родственников, а также иных лиц, связанных с чиновникам, имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. Вот и все на сегодня. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. И не забывайте присылать свои вопросы рязанским прокурорам. Они с удовольствием на них ответят в одной из ближайших программ. А я желаю удачи и прощаюсь. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин